Пораньше что-то забил, а за две недели уже выставляют описание. Показываться медикам приходится чаще на Алтае сезонной ОРВИ. Первыми простуда поражает детей. Они составляют 63% от всех заболевших ОРВИ в крае. В третью детскую поликлинику Барнаула мамы с детьми приходят каждый час. Ксения здесь с малышкой. Ей 4 месяца и уже нужно ставить прививки. А сын за компанию, прогуливая детский сад из-за насморка. Каждый месяц болеем. Но и сейчас особенно. У них в группе очень много народа болеет. Правда, очередей в поликлинике нет. Ситуация контролируема, говорят врачи. Судя по статистике, 15-20 обращений за выходные заболевших не намного больше, чем за этот же период прошлого года. Врачи уверены, простывают из-за перепадов погоды. Официальных случаев гриппа на Алтае не зарегистрировано. А вот волна ОРВИ по календарю и должна бы прийти, но ее нет. Я бы сказала, запаздывает. Наверное, все-таки, да, вот этот режим самоизоляции какую-то роль играет. Изоляция вообще, ношение масок и так далее. То есть в прошлом году у нас был январь, февраль очень высокий подъем заболеваемости. То есть на каникулы пришлось достаточно большое количество заболевших. Ну а сейчас мы прошли этот период, ну вот февраль уже закончился, достаточно спокойно. Правда, учебный процесс приостановлен в нескольких десятках классов. Но полностью закрытых школ на Алтае нет. Количество заболевших в общей статистике края менее 1%. Придет ли запоздавшая волна ОРВИ позже, по мнению врачей, во многом зависит от переменчивости погоды. Так что медики рекомендуют тщательно следить за здоровьем, не игнорировать симптомы болезни и оставаться дома при их проявлении.